В среду в Большом зале мэрии состоятся публичные слушания о внесении изменений в правила землепользования и застройки Ярославля. Это важный для города документ, без которого нельзя вести строительство. При разработке правил учтены 300 предложений от граждан и организаций. Сегодня в Департаменте архитектуры городскому телеканалу сообщили, что в документ внесено около 200 поправок. Например, территория Фрунзенского района увеличилась почти на 600 гектаров за счет присоединения новоселок. Учтены пожелания жителей по сохранению зеленых насаждений. Согласно правилам, кафе в сквере, например, не должно занимать более 7% от его площади. Зашла речь и о болевых точках города, заброшенном долгострое, гостинице «Чайка» и полуразвалившемся здании бывшей бани на свободе. Пока все упирается в бесконечное желание собственников зарабатывать на своих графских развалинах. В 90-е годы ведутся суды по территории этой, как бы, условно назовем гостиницы «Чайка». На самом деле это не гостиница, а некий руинированный объект, который вот стоит, как говорится, прыщ на лице города в таком ответственном месте. Поэтому в соответствии с правилами землепользованной застройки и генеральным планом, эта территория относится к зоне развития инженерно-транспортной инфраструктуры. Предполагает в этом месте разместить развязку. У нас очень сложно решается проблема левого поворота на Московском проспекте. Поэтому предполагается, в случае завершения судебных разного рода процедур, если они закончатся в пользу города, скажем так, принудительным образом выкупить эту гостиницу, снести ее и построить там современную развязку, которая позволит еще более, так скажем так, оптимально организовать потоки транспортной в городе. Зато может сдвинуться с мертвой точки строительство крупного торгово-развлекательного центра «Золотое кольцо». Его планируют возвести в районе улицы Свободы, недалеко от казарм. Разрешение на стройку выдано крупной иностранной компанией еще три года назад, но тогда помешал кризис. Теперь ситуация изменилась, и в марте инвестор немецко-турецкий консорциум намерен начать реализацию планов. Собираются они начать строить буквально вот-вот. То есть вообще они хотели в марте начать уже строительство. Там очень много вопросов связано с организацией вывоза грунта, потому что котлован очень большой получается, порядка 300 тысяч кубических метров. Земли нужно вывести, нужно определить маршруты движения для транспорта. Намерение осуществить строительство на месте бывшего, скажем так, трамвайного депо, которое в свое время было выкуплено с аукциона, как имущественный комплекс, имеется у этой фирмы.